Субтитры делал DimaTorzok 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 И всего этого, естественно, не было и путешественник Каникань Качевик Лухомаклай-младший, который, собственно, и организовал фонд. И вот одной из его задач, стоит отметить, стало не только создание условий для возобновления исследований российских ученых на Новой Гвинеи, в океане, но и всесторонняя поддержка исследователей и сохранение вот этой преемственности изучения уникального региона берега Маклая российскими учеными. Ну и в первую очередь, конечно, нам следует ответить на вопрос, зачем в 21 веке организовывать научно-исследовательскую экспедицию в столь далекие края от России. Казалось бы, там уже все давно изучено, нет ничего нового, что можно было бы открыть. Но о значимости таких исследований превосходно сказал Данил Тумаркин, руководитель советских экспедиций, выдающийся отечественный этнограф. Он сказал, что на примере папуасов берега Маклая, то есть сегодняшних, можно проследить развитие человеческой цивилизации в регионе от каменного века до вплоть до наших дней. То есть, как мы помним, Николай Николаевич Миклух Маклай в конце 19 века, то есть всего 150 лет назад, прибыл на Новую Гвинею, где люди пользовались каменными топорами, каменными орудиями труда, стачивали это все кораллами, стачивали все это ракушками, но не железом. Железа там не было, оно там появилось только благодаря Николаю Николаевичу Миклух Маклая. И вот за эти 150 лет, как вы понимаете, мы можем проследить, как люди из каменного века шагнули в век, по сути, цифровых технологий, как на это все на них влияет. То есть, как влияет то, что у них наличие есть, радиоприемники, телевизоры, ноутбуки, есть, естественно, поток информации, который идет уже от остального мира. И как все это влияет на самих папуасов, естественно, было очень интересно изучить. И вот в 21 веке Николух Маклай поставил своей целью найти информацию о том, что изменилось все-таки на берегу Маклая со временем последних советских экспедиций. И наладить как раз-таки дружественные контакты со странным государством, потому что мы должны понимать, что сейчас уже в современном мире ученые становятся, по сути, такими же дипломатами. Потому что вот это вот научное сотрудничество между странами, оно является между нашими, особенно странами, является как раз-таки мостом между Россией и далекой Новой Гвинеей. Ну, естественно, было принято, мы как знаем, чтобы отправиться в экспедицию, было принято решение собрать команду ученых для исследования этого региона в полевых условиях. И в состав первой вот этой в новейшей истории экспедиции, в новейшей истории России 2017 года вошли этнологи Игорь Чининов из Москвы и Арина Лебедева из Санкт-Петербурга, из Кунсткамеры, и фотограф Дмитрий Шаромов. Естественно, мы знаем, что если мы отправляемся в экспедицию, мы должны взять с собой фотографа, либо тот, кто будет снимать еще и на видео, и на фото, потому что сейчас условия позволяют все это зафиксировать максимально четко, потому что во времена Миклуха Маклая, мы с вами уже говорили, фотоаппаратов, фотоаппарат был брать довольно затруднительный на Новую Гвинею, поэтому он использовал вот этот свой дар к рисованию. В советское время уже стали брать видеокамеры, фотокамеры, а сейчас есть уникальная возможность запечатлеть все это максимально качественно. И вот экспедиция вылетела из Москвы в австралийский Сидней в 2017 году осенью, но по ряду причин. Это были задержки, отмена рейсов, это были проблемы с визами, потому что тогда еще, тогда еще, всего лишь в 2017 год, по сути, там три с половиной года назад где-то, экспедиции, в принципе, люди туда ехали по списку, то есть визу получить было довольно трудно, и никто не представлял, как это сделать. Это благодаря дальнейшим экспедициям, визу сейчас можно уже получить буквально за 15 минут, тогда это было довольно проблематично, но в итоге российские ученые прибыли 16 сентября в Папуо-Новогвинейский город Матанг, потратили шесть дней на то, чтобы добраться из России до Папуо-Новой Гвинеи, но все-таки прибыли туда 16 сентября. А 16 сентября это очень знаменательный праздник в жизни новогвинейцев, это день независимости Папуо-Новой Гвинеи, поэтому, естественно, это отчасти даже сыграло на руку. И вот уже в Матанге к экспедиции присоединился в качестве переводчика с местного языка Ток-Писин. Как мы помним, Ток-Писин — это разновидность пиджина, это смесь английского, немецкого языков после вот этих колониальных времен, уроженец Иркутска и священника католический Сцепан Цергель, которого, естественно, опять же, стоит упомянуть вот этот момент, пригласили заранее. То есть, если вы экспедицию свою планируете заранее, заранее связываетесь с людьми, заранее предупреждаете, то она у вас будет проходить с большим успехом, потому что не будет вот этого эффекта неожиданности, у вас будет всё элементарно просто-напросто распланировано. И в этот же день исследователи на судне сэра Питера Бартера, крупного общественного деятеля Папу Новогвиней, который оказал, опять же, содействие российской экспедиции, направились к мысу Водгарагаси, к тому самому месту, где в 1871 году высадился Миклух Маклай и, кстати, назвал его мысом и уединением. Вот, кстати, мы видим как раз-таки кадры, как российские учёные прибывают к Новогвинейскому берегу, видим, что и рельеф там очень интересный, и, в принципе, довольно красивые пейзажи, естественно, всё это завораживает. И прибытие гостей вот из этой далёкой страны, родины Миклуха Маклая, стало невероятным событием для местных жителей, потому что на берегу там собралось, ну, более трёх тысяч человек, которые прибыли со всех окрестных деревень и с нетерпением ожидали людей вот из этой стари Маклая, из деревни Маклая, людей из другого мира. И опять же хотелось сказать, что местные жители, папуасы, в честь прибытия дорогих гостей из России устроили и грандиозное представление с песнями, танцами, пантомимами, организовали, естественно, вот эту встречу, празднество, потому что, о котором их также заранее предупредили. И, естественно, Миклуха Маклая не мог предупредить папуасов в XIX веке, он что приводит туда, прибудет на берег Маклая, на северо-восток Новой Гвинеи. Советским учёным тоже это было сделать довольно затруднительно. Потому что бонгуанцы, как мы помним, были удивлены, когда они их увидели. А теперь уже, опять же, можно предупредить людей о своём приезде. И так как, опять же, вы их предупредите заранее, они будут к этому готовы и более предрасположены, и более, ну, будут готовы как раз-таки для, как раз вхождения в контакт, для общения, что, опять же, облегчит проведение вашей экспедиции, сбор ценных материалов. Ну, естественно, во время праздничных мероприятий многие папуасы облачились в традиционные наряды, которые по сей день используются во время праздников, они практически, важно сказать, что не изменились вот эти наряды со времён Миклуха Маклая. Ну, естественно, я думаю, вы побываете, надеюсь, на Новой Гвинеи, и будете к этому всему готовы, что праздничные там, естественно, будут, и довольно долго. И вот по окончанию торжеств как раз участники экспедиции отправились в деревню Горинду, где были размещены в одной из семейных хижин, где им предстояло жить около 10 дней. Ну, и кроме деревни Горинду, исследователи проводили, учёные проводили свои исследования в соседних деревнях Бонгу и Гумбу, которые расположены в нескольких километрах друг от друга. Поэтому важно понимать, что когда вы будете отправлять свою заявку, вы там будете выбирать локацию, на которой будете проводить исследования. А эту локацию определить довольно просто, потому что это берег Маклая, северо-восточное побережье Нового Гвинеи, деревни Горинду, Бонгу и Гумбу. То есть там, где проводил свои исследования Миканико в 19 веке, советский учёный в 20-м и в 21-м российские учёные. Ну, естественно, хотелось бы уточнить, что центральной является деревня Бонгу. Там находится, например, местная школа для всех трёх деревень. Она рассчитана где-то на 500 учеников разных возрастов, в которой в этих школах люди получают образование по российским меркам где-то до 7-8 класса. И получают это образование как на родном языке, на родном своем языке своей деревни. То есть мы помним там 867 языков всего на Нового Гвинеи. В каждой деревне говорят на разном. И плюс ещё и на английском языке. Саму деревню Бонгу населяет около трёх тысяч человек. Справа от неё снеграничит деревня Горинду. У неё уже проживает тысяча человек. А в следующей за ней деревне, которая немного уходит от побережья, вот эти джунгли, называются деревни Гумбу. Её населяет уже где-то человек 700. И вот при проведении полевых исследований выяснилось как раз, что только жилище лидера деревни и клана Горинду Аселя Туя, это вот потомок в пятом поколении тому самого папуаса Туя, который стал другом папуаса Миклуха Маклая в XIX веке, как раз-таки является в настоящее время редким примером того, как строили хижины в XIX веке во времена Миклуха Маклая. То есть, по сути, Туй, единственный в современной деревне, живёт вот в такой хижине, у которой крыша доходит буквально до земли. То есть такого уже практически не встретить, а российские учёные всё-таки это смогли найти и заметить. Потому что сейчас, мы как помним, хижины на Новой Гвине, они уже строятся на сваях. И строятся они где-то так с начала XX века, с конца XIX. Но вот этот вот уникальный тоже случай, что Туя встретили, Туй уже довольно возрастной, ему более 80 лет, что, естественно, находится, является такой уникальной находкой. Ну и всё же большая часть постройка сохранила на Новой Гвинеи всё равно свой традиционный характер. Что, например, их таким же видели практически советские учёные, ну, например, строительные материалы также не изменились. То есть, например, кровли у них — это из листьев пальмы, а стены у них производятся из расщеплённого бамбука. То есть мы видим буквально, что там, в этом плане, в плане построек, традиций, культуры, время как будто застыло, и сохраняются вот эти традиции буквально сотнями и тысячами лет. При более, как раз таки у нас получается, в детальном изучении быта папуасов, также были выявлены и прочно устоявшиеся вот эти элементы их традиционной материальной культуры. Например, они всё так же используют в своём обиходе, сплетённые из листьев кокосовой пальмы, циновки, то есть такие плетённые настилы. Для приготовления пищи они используют горшочки из деревни Били-Били-Глинины, они производятся без гончарного круга, там на протяжении, опять же, тысячелетия, на протяжении тысячелетия эти горшочки там до сих пор в ходу. Повсеместно они, например, используют плетёные сумки, и правда ещё в конце XIX века эти сумки были только женским аксессуаром, и в основном они использовались для переноски детей, там как хозяйственные утвари, а теперь же их носят мужчины и женщины, то есть их носят абсолютно все. Ну и, естественно, так же встречаются украшения из клыков, там дикой свиньи, ракушек, которые ещё в XIX веке вообще считались там деньгами. И про плетёные сумки, опять же, хотел сказать, что это очень удобно. Эти все плетёные сумки носят, например, я встречался, видела своего ровесника, то есть парень, например, работает с журналистом, у него есть такая же сумка, он буквально её повешает себе на шею, кладёт в неё там телефон, карточку и всё, что там там, ключи от дома и идёт спокойно себе домой. И, в принципе, у них это довольно сильно распространено. Ну и всё это, естественно, как мы можем догадаться, подтверждает, что несмотря на проникновение предметов вот этого современного мира, цивилизации, папуасы этих деревень бережно хранят многие из своих традиций, что, опять же, в современности это довольно уникальный случай. Их самобытная культура, получается, у нас под давлением инновации, она не растворяется, а гармонично уживается со всеми этими множествами, такими как радио, мобильные телефоны, там солнечные батареи даже есть, современная посуда. Ну и более того, папуасы сами, они очень трепетно относятся вот к этой своей этнокультурной идентичности. Ну и в ходе экспедиции 2017 года, естественно, Миклух Маклая-младший собрал предания жителей деревень берега Маклая о своём знаменитом предке, который, начиная с XIX века, из поколения в поколение передают вот эти знания своим потомкам, старейшинам всех этих деревень. И эти воспоминания о выдающемся исследователе, о большом друге папуасов, хотелось бы отметить, они поразительно точно повторяют его дневниковые записи. То есть так Миклух Маклая ставил навсегда след в их сердцах и преданиях. А для того, чтобы как раз-таки сохранить память путешественники детей там доживают даже именем Маклая. Иногда бывает Николай, потому что Миклуха для них это довольно тяжело для произношения, потому что они, в основном, говорят на английском языке, язык, в принципе, русский. Им становится известно только с XIX года, потому что как раз-таки они там начинали учить с конца XIX года. Ну и, естественно, конечно, не удивляйтесь, если вы отправитесь в экспедицию и встретите там человека с именем Маклая. Ну и, естественно, задача вот этой самой экспедиции была не только в том, чтобы провести многоплановые исследования в тех местах, на северо-востоке Новогвине и в этих деревнях, но и наладить культурные и деловые контакты между нашими странами для развития двусторонних отношений. Ну и вот такая первая, например, знаменательная встреча была и в университете Папуа-Новой Гвинеи. К сожалению, ага, не могу почему-то найти слайд. Была как раз в университете Папуа-Новой Гвинеи. Это один из крупнейших даже университетов в стране. В нём обучаются около 5000 студентов только в кампусе, а всего там обучаются 15000 студентов вот в этом университете по всей стране в филиалах. То есть, безусловно, это не единственное даже учебное заведение в Папуа-Новой Гвинеи. Там более, например, 5 университетов государственных и примерно такое же количество частных университетов. И университеты все эти расположены почти во всех крупных городах страны и предоставляют возможность обучения для всех желающих. И вот по результатам, получается, экспедиции 2017 года были собраны и обширные сведения, и коллекции по материальной культуре современных жителей берега Маклая. То есть, опять же, важно запоминать все эти темы исследований, потому что, когда вы будете отправлять свои заявки, вы можете их также воспроизводить. И, например, даже руководитель экспедиции в 2017 году составил уникальнейшую вот эту коллекцию из более чем 50 предметов жизни и быта папуасов, которые были в основном идентичны тем предметам, которые были собраны Миклухом и Маклаем в XIX веке. И вот по возвращению в Россию, естественно, нам важно помнить, что нам предметы материальной культуры и быта главное не только собрать, а еще и довести, что это тоже важно. И поэтому экспедиции такой уникальной версии нет всегда этапа, который не совсем важен, как другой, поэтому всегда нужно быть максимально сосредоточенным и, в принципе, отследить за тем, как проходит ход вашей экспедиции, чтобы она была максимально удачной. Ну и вот эта как раз-таки коллекция была подробно описана уже музеями и передана музеям России, то есть музею Кунсткамеры. И все это, естественно, подтвердило ее вот эту высокую историко-культурную, этнографическую ценность всех этих коллекций. То есть, по сути, на Новой Гвинеи, я уверен, даже если вы отправитесь на Новой Гвинею как продолжатели традиций российских исследований, то вы сможете собрать уникальные предметы культуры и быта, которых нет нигде. Потому что на Новой Гвинеи, опять же, говорю, исследование найдется абсолютно для всех. Например, вы можете там изучать, собирать мифы, предания, легенды. Вы можете изучать при этом животный мир, вы можете изучать растительный мир, вы можете изучать языки, там, 867 языков. Если каждому разобрать по языку, это надо 867 ученых. То есть это довольно много, и я думаю, с уверенностью на всех всем это хватит. Ну, естественно, у нас же опять по итогам экспедиции 2017 года, так как надо результат своей экспедиции представить максимально широко и подробно, чтобы люди могли с этим ознакомиться, был выпущен и известный вам уже документальный фильм «Человек с Луны». Были подготовлены и иллюстрированы издания, выставки. Вышла научная книга, даже научно популярная, «Путешествие на берег Маклая», автором которой стал руководитель экспедиции Николай Николаевич Миклуха Маклай-младший. И вот, вот эти все успешные, хорошие результаты первой экспедиции 2017 года, они заложили основу для продолжения российских исследований в этом регионе и налаживания более тесных контактов между двумя нашими странами, между Россией и Папуа-Новой Гвинеей. Поэтому в 2019 году состоялась уже вторая экспедиция на берег Маклая, опять же, организованная фондом имени Миклух Маклая. Её руководителем вновь стал Николай Николаевич Миклух Маклай-младший. В состав экспедиции на этот раз вошли этнолог Игорь Чининов и лингвисты из университета Папуа-Новой Гвинеи Ольга Темпл. Её, кстати, зовут Ольга, потому что она как раз-таки бывшая гражданка СССР. И вот на берегу Маклая гостей из далёкой России в 2019 году уже встречали как старых друзей. И на этот раз уже путешественники разместились в деревне Маклая. То есть она так и называется теперь — деревня Маклая. Эта деревня состоит из пяти семейных хижин, и она так была названа «Селем Туем» в честь Маклая-старшего и в память об экспедиции 2017 года. То есть для них важно, что они сохраняют традиции, они сохраняют, точнее, память Миклух Маклая России. И мы, российские учёные, точнее, в 2017-2019 году, что они также показали, что они также сохраняют, что мы также сохраняем память в России. Вот как раз-таки он и в Эквиницах. И исследователи, опять же, на этот раз посетили деревню Галинду, Бонгу-Гумбу, где изучали и местный фольклор, и фотографировали, и вели съёмку документального фильма. То есть, опять же, экспедиция носила такой комплексный характер. Например, лингвист, который занимается изучением языков, проводил свои исследования, основываясь на записях Миклуха Маклая-старшего, который составил первый вот этот словарик из 350 слов неписьменного языка новогвинейцев. Потому что, как мы помним, что у новогвинейцев язык долгое время был устным. То есть он у бангуанцев. Он передавался из поколения в поколение, и не был письменным. Миклуха Маклая стал первым человеком, который записал его, и тем самым, опять же, сохранил историю. Ну и, конечно, было бы очень приятно убедиться учёным, что в том, что язык, который начал изучать Николай Николаевич Миклуха Маклая в XIX веке сохранился. То есть этим словарём до сих пор можно пользоваться, насколько с какой он тщательностью был составлен. А в это язык бангуанцев также вошли русские слова, как топор, кукуруза, арбуз и другие. И опять же повторюсь, как мы уже знаем, на Украине это уникальное место на нашей планете, где люди говорят на 867 языках. И нередко люди, даже живущие в соседних деревнях, они могут не совсем понимать друг друга. То есть слова могут быть похожи в соседних деревнях, но означать абсолютно разные вещи. И поэтому в XIX, в XXI точнее веке для общения всё же больше у нас используется английский язык, так как он является языком образования в Папу-Новыгвинеи. Но четыре языка — это тот необходимый минимум, которым новыгвинеицы владеют, чтобы спокойно общаться в своей стране. Например, в ходе экспедиции Нолок Игорь Ченинов, проводил в 2019 году, продолжал свои исследования, которые он начал в 2017. И изучал он как раз-таки хозяйственный уклад жителей Горьенду и Бунгу. И в принципе он установил, что хозяйственный уклад вот этих деревень, он не сильно изменился за последние 150 лет. То есть основой хозяйства местных жителей по-прежнему остаётся и рыболовство, охота, животноводство, земледелие, которое, кстати, преобладает над всем остальным. И исследователям даже посчастливилось участвовать в охоте на дикую свинью и в рыбалке. И таким образом они получили ценные сведения, которые позволяют утверждать, что охота и рыбалка сохранили традиционный элемент. Отличие лишь было в том, что теперь, например, в каждой деревне есть свой специалист по рыбалке, по охоте, по земледелию, по рыболовству. А раньше, 150 лет назад, например, такими специалистами, то есть был каждый, то есть каждый человек мог, мужчину особенно, и рыбачить, и охотиться, и вести, заниматься как раз-таки земледелием. А сейчас уже, в принципе, каждый мальчик на Новой Гвинеи проходит все обучение вот этому охоте, рыбалке, а потом, в принципе, выбирает уже, что ему ближе. Естественно, в этом плане никто на них никакого давления не оказывает. Чем хочет человек, тем он и занимается. И вот таким у нас, вот у нас образом, в ходе экспедиции 2019 года учеными был собран поистине ценный материал о хозяйственном укладе папуасов, то есть о земледелии, охоте, рыболовстве. Они изучили современное состояние бунгонского языка, зафиксировали вот эти все те изменения, которые произошли со времен советских экспедиций на Новой Гвинеи, со времен как раз-таки путешествий Миклух Маквея, отсняли материал для комментального фильма «Асель Туй, потом Уктуи», который вы можете уже увидеть на YouTube-канале фонда имени Миклух Маквея, потому что его еще важно посмотреть, чтобы вы будете отправлять заявку, когда вы увидите, или вы услышите, точнее, рассказ лично от самого потомка Туя о различных сторонах жизни и быта новогвинейцев. То есть вы услышите от него это из первых уст и впоследствии сможете придумать свое настоящее исследование. Ученые также записали и ценные исторические предания Миклух Маквея. И значимым проектом, естественно, стало открытие Кабинета Русского Мира в 2019 году. Это первый российский культурный информационный центр в столице Папуа-Новой Гвинеи в городе Порт-Морсбе. Там новогвинейцы могут изучать русский язык, изучать русскую культуру, русскую историю. Естественно, все это способствует развитию двусторонних отношений в культурных и научных сферах. Там, например, в 2019 году были организованы курсы русского языка, и до сих пор даже есть, то есть с удовольствием огромные их новогвинейцы прошли, их посещали огромное количество людей. Говорю, даже буквально там расставляли бы стулья на 30, человек на 40, рассчитывали, что придет может столько, а приходило в разы больше. То есть приходилось уже бегать, например, по всему помещению, искать дополнительные десятки посадочных вот этих мест, чтобы всех людей усадить. Естественно, ажиотаж был огромный. Ну и немаловажным итогом вот этих экспедиций 17-го и 19-го года стало то, что вот многие участники экспедиции смогли воочию, своими глазами убедиться, что Россию в этом регионе помнят, любят и уважают. И помнят благодаря именно Миклуху Маклаю, который подчеркивал как раз-таки, что необходимо уважительно относиться к культуре народов, населяющих нашу планету. И вот это уважительное отношение следователям, исследователей, коренным жителям северо-востока Новой Гвинеи стало залогом того, что истории о нем передаются на острове из уст в уста и вплоть до наших дней. На этом как раз-таки хотел в плане рассказа о современных экспедиций остановиться, потому что у нас как раз еще нас ждет четвертая лекция о моделировании экспедиции уже с более практической точки зрения. И хотел бы немного рассказать вам о конкурсе, который будет, о экспедиции трех веков по следам Миклуху Маклая, в частности, использование сайта конкурса, чтобы отправить свои заявки. Вот здесь мы видим ссылку как раз-таки на сайт. По этой ссылке вы можете перейти на сайт проекта, на сайт конкурса, на вкладке о проекте вы можете узнать о его уходе, о расписании проекта. То есть проект начался уже 1 июня, конкурс, точнее 1 апреля начался конкурс. Закончится он 30 мая, поэтому вы уже можете разрабатывать свои экспедиции, присылать их, а присылать вы можете их по вкладке в конкурс. Чтобы, например, обозначить свое участие в конкурсе, то есть вы, например, не сможете же, например, кто-то, может быть, сможет отправить свою заявку, отправить свою модель экспедиции прямо завтра. Но если вы это собираетесь делать в середине апреля или через неделю, то вы можете заполнить вот эту форму, указать ваше фамилие, имя, отчество, ваше учебное заведение, почту, чтобы мы поддерживали с вами контакт, присылали справочные материалы, документальные фильмы. А потом, когда вы уже подготовите свою модель экспедиции, вы нажмете на кнопочку запуска заданий конкурса, пройдете там тесты с 30 вопросов, с которыми, я уверен, вы замечательно справитесь. И как раз, когда вы справляетесь с тестом, вы переходите во вкладку, где как раз можете просто из Word, получается, из дома, из Word скопировать вашу модель экспедиции. Это где-то около пяти тысяч знаков, это полторы странички. И просто перенести ее в поле отправления заявки. Естественно, отказать там ваше имя, фамилию и так далее. И отправить спокойно заявку. Все это вы можете сделать из дома. И я думаю, проблема у вас с этим не возникнет. И чтобы как раз-таки у вас была помощь в подготовке вашей модели экспедиции, есть и библиотека фонда имени Миклуха Маклая, тоже такая вкладочка есть. Есть и вкладка «Полезная», то есть там вы найдете и документальные фильмы, и выставки. В библиотеке, например, есть все, например, книжки, документы, статьи, пособия, художественные литературы, даже уникальность Миклуха Маклая, благодаря которой вы с успехом, уверен, смоделируете вашу экспедицию. Ну и по графику конкурса, естественно, во 1 апреля конкурс начался. И закончится он как раз 30 мая. То есть заявки принимаются до конца мая. Но хотел бы предупредить, что заявки лучше отправлять постепенно, потому что, во-первых, если все начнут отправлять заявки в конце мая, в последние дни, сайт элементарно может просто не выдержать, потому что количество участников уже очень большое. Поэтому лучше их отправлять где-нибудь или в середине апреля, или в конце апреля. В общем, постепенно, чтобы и люди, и жюри как раз смогли их спокойно, постепенно проверить. И чтобы, например, не было того, что человеку из жюри одновременно приходят 100 заявок, 100 заявок экспедиции, и он сидит их несколько ночей проверяет. То есть, естественно, будет гораздо удобнее, если вы их будете отправлять, начинать уже готовить сейчас и отправлять постепенно в течение вот этого всего периода. Ну и здесь 15 июня подведем итоги конкурса, а 17 июля в день рождения Николая Николаевича подведем, как раз проведем торжественное награждение победителей. Опять же, делюсь ссылкой на проект expedition.net.ru, где вы как раз сможете заполнить свою заявку. И сейчас мы сделаем перерыв, небольшую 10 минут. А в этот перерыв мы как раз рекомендуем вам посмотреть фильм, первый фильм экспедиции трёх веков по следамикул Маклая в экспедициях 19 века. Я отправил всё в чат. Как раз-таки можем посмотреть этот фильм, а после чего уже продолжим лекцию смоделирования экспедиции своего практического, что ни на есть. Желаю всем приятного просмотра и встретимся через 10 минут.